На женской территории мы расскажем. Во-первых, человек там видит что-то новое. Во-вторых, получает эстетическое удовольствие, знакомится с новыми людьми. Ну и вообще, мне кажется, что искусство – это пища для ума. Красиво так. Да. Сказали, как отрезали просто. Резанули, я бы даже сказала. А в каких техниках вам нравится работать больше всего? Так, вот тут я, конечно же, сейчас разойдусь. Вы смотрите «Женское шоу» на ТНТ Интернешнл. И сегодня мы разговариваем о современном искусстве. Кстати, давайте выясним, что по этому поводу думают те самые художники. И сегодня у нас в гостях… Наталья Комар. Да, Наталья Комар. Наталья Комар. Художница и дизайнер. Создает уникальные картины и панно, смешивая разные техники, стили и материалы. Свободное время любит посмотреть хороший фильм или с ветерком прокатиться на мотоцикле. Друзья, вы смотрите в телевизор, а именно в ТНТ Интернешнл, а именно в «Женское шоу». И сегодня у нас в гостях Наталья. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, уважаемые зрители, это, ну, так, чисто чтоб вы там… Хм, не просто так сидите же. Вот, расскажите мне, пожалуйста, современное искусство. Почему к слову «искусство» добавили «современное»? Это должно добавить ему какой-то ценности, может быть, или люди больше будут получать удовлетворение? Чем отличается искусство от современного искусства? Упрощу. Современное искусство началось с 60-х годов, и все, что мы делаем по теперешнее время. Ну, то есть, если 60… Ну, не такое уж оно современное получается, да? То, что вот в 60 лет накопилось, то и считается современным. Хорошо. Какие основные сейчас направления, которые пользуются самым большим успехом? Вот, ну, картины, вы рисуете картины. Успешная ли сейчас эта профессия, так скажем, в искусстве в плане? Я думаю, что если художник узнаваемый, то успешная. Так, а вы узнаваемый? Я вот просто вас знаю, а вот, ну… Думаю, не очень, но у меня вроде как все хорошо. Хорошо. А как сделать так, чтобы вот художник стал узнаваемым? Нужно продать свою картину каким-то известным людям, или чтобы она где-то в хорошем месте в каком-то висела? Что вот надо сделать? Да, именно так и надо, но еще лучше иметь арт-агента. Кого? Арт-агента, который будет заниматься продвижением, потому что я думаю, что художник, он больше по творческой части, а арт-агент – это больше как социальный человек, который будет продвигать это творчество. Ну, СММщик, короче, да? Почти. Смотрите, ко мне девочка есть, красиво рисует. Еще жонглирует, там, ну, родители, короче, маму вот это вот. Возьмите ребеночка, пожалуйста, в секцию. Смотрите, какой молодец. Ладно, давайте не будем раскрывать все тайны современного искусства. Перейдем к Блиц-опросу. С меня вопросы, с вас ответы. Готовы? Угу. Поехали. Без пауз. Значит, экспонат из листка клена, проволоки и бумаги. Как назовем шедевр? Кленовая проволока. Подойдет. А где раки зимуют? На горе. Нормально. Самая неподходящая песня при расставании с любимым? Блин, да тут все песни подходящие. Прощай, Левченко. Левченко. Лев Валерья Иванович, простите. А самое грациозное животное? Лань. Пойдет. Что рисуют, когда хорошее настроение? Абстракция, наверное. Я тогда рисовать абстракции, а вы смотрите женское шоу. Как стать успешным современным художником? Скоро узнаем. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Что все-таки такое современное искусство? Ну, современное искусство — это то, что творят художники, скульпторы и всякие творческие люди со времен 60-х годов и по теперешнее время. Ну, вообще критики называют современное искусство модернизмом, но это может быть анимализм, абстракции, авангард и многое другое. То, что люди творят в настоящее время. А как вы относитесь к художникам, которые делают вот такие три мазни и продают это за 30 миллионов долларов? Я думаю, что хорошо, потому что он классно себя раскрутил. А думаете, там только известные вот так? Я думаю, что на это влияет известность художника, затраченные материалы, время, узнаваемость. Ну, какие материалы? Какое время там? Ну, правда. Мы же понимаем, что это нарисовалось. Вот всё, я нарисовал, написал картину. Наверное, всё-таки узнаваемость. И, наверное, ещё влияет то, какие картины этого художника, который нарисовал эту мазню, висят у каких-нибудь знаменитостей. То есть, чтобы продавать вот эти каляки-маляки, сначала надо поработать в мир селебрити. Ну, вот вы бы хотели тоже так? Да, конечно. То есть, вы бы хотели не стараться вот это всё красиво так делать, да? А вот... Я бы хотела. Да, я продавала абстракции, поэтому у меня это уже есть. А, да. То есть, вы занимались сначала абстракциями или как-то всё? Ну, я сначала проучилась в институте, потом я пару мазни продала дорого. За миллиард долларов. А сколько вот дорого? Вот вы имеете в виду то, о чём я говорила, да? Да. То, что я делала за один день и продавала, ну, за долларов пятьсот одну точно продала. А что происходит так? Просто был удачный клиент. Не было кризиса. Контакты остались. А вот, как вы считаете, вот искусство и заработок, да, оно вот вместе идёт или всё-таки это несовместимая вещь? А я думаю, вместе. Я думаю, что если человеку нравится что-то делать, то он будет это дело и хорошо продавать. Кстати, Наталья, мне интересно было, а вы вот пишете, как работа, да, вот в понедельник, 9 утра, пошла к холсту, или всё-таки сегодня я ничего не хочу рисовать, настроения нету, дождь, там буря солнечная, а завтра нахлынет вдохновение. Вот так вот и есть, кстати говоря. Ну, во-первых, я утром не просыпаюсь, я где-то ближе к обеду, но всегда в хорошем настроении рисую, да. В плохом никогда. Я, если начинаю что-то делать в плохом настроении, сразу всё запарю. Ну, серьёзно? Ну, вот сколько рисовали вот этого льва? Льва рисовала я, по-честному, 3 дня. Насох он у меня, наверное, около недели. Как можно? И ещё заливала смолой тоже плюс 2 дня. А сами вот придумали смолой залить. По фотографии рисовала. А смолой придумала, да, залить. Интересно. А какие это краски? Масляные обычные краски. Масло, здорово. Это очень... И алмазная пыль. И алмазная пыль. Ну, это, наверное, перетёртый алмаз. Да. Ну, и раз в блёстке. Скептически к нему относятся люди, которые вообще с ним не сталкивались. А вот вторая картина. Как вообще вам в голову такое пришло интересное создание? А я, если честно, подглядела в Инстаграме у девочки, которая делает зеркальные картины. А я думал, в Инстаграме можно только подсмотреть то, что можно съесть. А теперь получается, что Инстаграм у нас ещё и для предметов искусства. Ничего себе, как быстро развивается, а? Думаю, тут надо что-то такое придумать в Белоруссии. Такого ещё не было. Ну да, зеркала. И надо начать. Заказала зеркала у стеклорезчиков. Сделала стеклорезом всякие элементы. Наклеила их. Там ещё сусальное золото. Что? Инкрустировала стразами Сваровский. И посыпала горным хрусталём. Ещё душу. А много стекла полили? Ну, с стеклорезом же. Наверное, на вот эту работу ушло где-то метр квадратный. И как долго вы это делали? Вот эту картину я делала недели две точно. Ну, плюс ещё на высыхание пару дней. И сколько денег, если не секрет, она стоит? Ну, с рамой эта картина будет стоить где-то 1850 долларов. А без рамы? Без рамы можно взять, да? Да. 1650. Давайте протокуемся. Без рамы. Расточку в карте халва оформляй. Вообще, такие рамы, если честно, в Беларуси ещё не видела. Только в России. То есть это вы заказывали, да? Да, прямо специально делали мне такую подзаказ. Здорово. Красиво очень. Так вы могли сами стеклорезом сделать? Вот не смогла. С стеклорезом не порежу. А что вы вкладывали вот в эту идею? Душа. Говорят же, да. Ну, говорят же, вот как стихи, сочинения, что писатель что-то вкладывает и хочет что-то сказать через своё творчество. Мне хотелось сделать просто дорого-богато. У меня, кстати, такое же дерево скоро будет в чёрном исполнении. В чёрно-серебристом. А чёрное-то стекло будет или что? Зеркало сусальное, серебро. И то же сворошее. Серебро сусальное бывает? Бывает, да. Я знала только про золото. Так, кстати, вот её можно удешевить, сделать просто из золотой потали. Берём. Не круто, пути. Ну, оно светится почти так же. А, да. А вот как обывателю понять современное искусство? Или вот либо дано, либо нет? Какой сложный вопрос. Да, я знаю. Вот я простой человек, ну, который не заканчивал университет в плане художеств, искусств. Могу ли я вообще понимать как-то по-своему современное искусство? Главное вообще его как-то понимать. Хоть как-то надо ли его понимать. Не надо ли его понимать. Я думаю, что если оно вам нравится, то понимать его надо. Это правильный ответ. Понял, принял, осознал. Продолжаем. Расскажите о учёбе, где вы учились. Я училась в Минском институте управления на дизайнера. Вот так вот рисовали. Карандашом, акварелью, гуашью и всё. А может ли вот обыватель? Например, такой, как я. Взять и вот начать рисовать. Думаю, да. Было бы желание. И было бы много свободного времени. И канал сбыта, я думаю, вы бы стали популярными. Спасибо вам за вашу веру в меня. А давайте пока прервёмся и посмотрим рекламу на ТНТ Интернешнл. Мы вернулись в нашу уютную студию женского шоу на ТНТ Интернешнл. Декор для которой предоставил официальный представитель бренда «Home and You» в Беларуси. Сегодня мы беседуем с художницей Натальей Комар о современном искусстве. Наталья, к вам вопрос. Вот зачем вообще ходить в музей, смотреть на картины, заниматься искусством? Я думаю, что, во-первых, человек там видит что-то новое. Во-вторых, получает эстетическое удовольствие, знакомится с новыми людьми. Ну и вообще, мне кажется, что искусство — это пища для ума. Красиво так. Да. Сказали, как отрезали просто. Резанули, я бы даже сказала. А в каких техниках вам нравится работать больше всего? Так, вот тут вот я, конечно же, сейчас разойдусь. Давай. Мне нравится традиционная живопись маслом. Это вот оно. Традиционная. Это реализм какой-то? Традиционная живопись маслом — это просто кисточка и пахалстан. Потом мне нравится работать в технике барельеф. Это с гипсом и с текстурной пастой, когда создаётся объём. Потом мне нравится золочение с усальным золотом или потали, или серебром. Также мне нравится делать витражные вставочки из зеркал, посыпать всё это дело хрусталём, инкрустировать стразы Бесваровские, использовать всякие материалы в виде смолы, алмазные пыли и тому подобное. Тогда другой вопрос. А что вам не нравится делать? Потому что очень много. Портрет не любить? Да, ненавижу. Не получать. Не люблю. А заказывают? Заказывают, я отказываюсь. Я знаю, что проблема в портретах в том, что художник видит конкретно какие-то характерные черты в человеке, прорисовывает их, а потом... Человек не узнаётся. Да, и не узнаётся, это не я, это что у меня здесь такое. А у него это есть, просто он этого не заметит. Или он не хочет признавать морщинки какие-нибудь. Знаете, как в Севдневековье рисовали же многие портреты, там сразу как фотошоп. Совсем по другому. Надо либо красиво рисовать, либо никак. Поэтому я только знаменитости рисую, и всё. Ну да, они, если что, не придерутся. А как вы придумаете название своим работам? Ой, мне с этим вообще очень всё сложно. Я вот нарисовала льва, это лев, а это дерево. А, очень креотично. Отлично, если честно. В названиях минимализм. Я бы назвал там какой-нибудь «Золотая осень», да. Ну там, такие. Да, и нормально. Как у Вина название, такие же бы я картинам давала. А есть у вас какие-то знакомые, которые оригинальные, ну какие-то необычные имена дают картинам? Наверное, нет. У меня как-то и знакомых художников нет. Ну, представьте, забавно было бы вот с картиной лев, а вы бы написали название «Пупсик». Я просто очень креативная девчонка. Буду обращаться к вам по названию своих художников. Да легко вообще. Просто скидывайте фотку картины, и я слёд. Сразу есть штуку, выбирайте. Да. Дерево я бы назвала, ей, «Жар-птица». Но она золотая какая-то. Знакомый один назвал, это «Кусты». Кусты. Кстати, кусты прикольно. Кусты прикольно. А вот раньше же, ну как, старинные мастера, они постоянно совершенствовались, что-то придумывали, выдумывали. А как вот сейчас? Каково сейчас? Говорят же уже, что всё придумано. Мне кажется, что вообще прогресс не стоит на месте, и современные художники всё больше и больше придумывают нового. Вот, например, с малой же ещё никто не заливал, ну вот лет 20 назад. И зеркал тоже никто картины не делал, только разве что витражи. Ну и стразами никто ничего не украшал. Мне кажется, что с каждым годом всё новее и новее будут всякие технологии для художников. А помните, воображение, наверное? Помните самую первую свою картину, которую вы нарисовали? Ой, наверное... И продали! А давайте на продажу, которую вы. Ой, наверное, не помню. Серьёзно? А много картин вообще продали? Ой, я продала, наверное, около 70, а нарисовала 150. Ну вот это вот по погоду. Хорошо, хорошо, хорошая статистика. Есть рынок сбыта. Да. Иди продавай воробья своего. Я думала. Я хочу показать вам картину. Покажите. Сейчас попробуйте оценить её. Я нарисовала сегодня картину. О, каварелька. Сразу видит эксперт. Очень классно. Кстати, она ещё не высохла. А как вам птичка? Как вам понять? Ну, она клёвая. Она даже объёмная. Знаете, что мы придумали? Объёмная. Мне тоже не первые вы сказали так. Это воробей, который подтягивается. Мы его перевернули. Очень круто такой царь. Воробей качок. Как считаете, за сколько можно продать картину в этом виде? Пять денег. Тихо. И вот в этом. Я думаю, что если обрамить в картину, в красивую рамочку, то можно продать за 50 долларов. Да ладно! Бабки пополам. А так? А ты здесь при чём? Мама, ты что-то рядом сидела. Дешевле, да? Дешевле. Да, просто перевёрнуты 2021 год. А этого обрежу. Вот тогда все сто. Конечно, с этими картинами очень странное ценообразование. Просто, ну, в других ситуациях ты что-то перевернёшь, возможно, оно сломается, и цена вот этого вот всего упадёт в два раза. А тут наоборот. Ты смотри, какие молодцы, а? Соточка. Так лучше? Да, сейчас я тоже что-нибудь... Слушай, я займусь теперь. Пожарная налоговая, это чисто гипотетически. Налоговая не придирается, кстати, к художникам. Вот и всё. А вот и здрасте. Ага, вот понятно. Слушайте, у меня вот такой вопрос, Наталья. А какую вам картину очень хотелось бы нарисовать, но вы ещё не реализовали вот это вот страстное желание чего-то там? Может быть, натурщика какого-нибудь? Кстати, вот я и не знаю. Может быть, такое же дерево, только в каком-нибудь другом цвете? У вас деревья-любимчики ваши, да? Да, что-то, да, в последнее время. Ну, что-то зеркальное хочется. А что чаще заказывают? Ой, заказывают чаще всего, наверное, животных и цветы. У квиты. А, кстати, вот я думала раньше абстракции у меня хорошо расходились. Но нет, сейчас как-то больше животные и цветы. А знаете, почему цветы? Вообще, я читала, кстати, почему цветы. И вообще, людям сейчас нравятся растения. Мы сейчас живём в веке информации, где очень много потока вообще всякой информации. И люди хотят к истокам, чтобы отключиться от леса. И психологически природа, типа, они отключают голову. Вот. Ты молодец, Алёна. Вот, вот, и животные. И животные, да, тоже. Всё к природе. Вот поэтому цветы и львы популярны. Интересно. И последний вопросик. Как вы думаете, купите ли вы у меня эту картину? На перепродажу могу отдать. А второй вопрос... Это была шутка. Уже поверили, задумались. Нет, я уже просто поняла, как я её буду помещать на свой сайт. О, как! Делить прибыль пополам. Как считаете, что ждёт? Какое будущее ждёт современного искусства? Я думаю, что будущее современного искусства будет нас удивлять и радовать, потому что, мне кажется, из-за того, что появляются всё больше и больше какие-то техники и технологии, современное искусство будет свести, расти и радовать нас всех. Класс! Спасибо вам, Олеша. Спасибо. Желаю вам творческих успехов. Подытожим. Решать, современное искусство или нет, мы не можем. Мы, наверное, можем решить, только нравится оно нам или нет. И в любом другом случае мы будем смотреть, красиво это или некрасиво. А то, что там современное и несовременное, это уже оставьте этим на профессионалам. Похоже, что сегодняшний главный вопрос останется без ответа, девочки. Ну, слушайте, современное искусство всё-таки даёт человеку огромное поле для интерпретации, для фантазии. А каждый уже из нас решает для себя, как это воспринимать. Совершенно верно. А мы прощаемся с вами. Увидимся в следующем выпуске на ТНТ Интернашнл в женском шоу. Пока! Пока! Смотрите в следующем выпуске женского шоу. Массажёр, да? Ты к нему какой-то медицинский ещё документ требуешь, чтобы так доказано там сообществом врачей? Вообще, да, хотелось бы, чтобы у этих массажёров они типа... Что он будет приятно тебе гладить по телу. А ты хочешь каким-нибудь, не знаю, алюминием катать или нормальным адекватным медицинским железом, от которого у тебя не будет возникать никаких аллергий? Какие бьюти-средства на самом деле не работают? Просто давайте... Недорогие. Просто недорогие. Бюджетный бюджет, да. Бюджетный бюджет, это чаще всего пустые составы. Вот, там чаще всего нет особо каких-то действующих компонентов. Типа вода и загуститель. Ну, что-то вроде того, да. Какие-нибудь там ещё консерванты, чтобы он не... Не испорваться за полгода. Да, 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 на самом деле так и есть. Вот, а если какие-то уже подороже крема, то там действительно что-то действенно, какие-то запатентованные, возможно, комплексы или компоненты, которые действительно помогут коже стать лучше или вылечить какую-то определённую проблему. Что нужно знать о йоге? Мифов очень много, начиная от того, что йога только для женщин. Йога только для гибких. Йога только... Другие люди не смогут просто. На самом деле это всё неправда. Йога только для вегетарианцев. Йога – это скучно, йога – это неинтересно. Йога – это больно. Это больно. В общем, мифов вокруг йоги очень много, поэтому рекомендую всем их развенчивать и идти заниматься йогой. И как правильно делать массаж лица? В нужных руках она на работе. А вот Гоша для чего? Молоди там. Второй подбородок. Что уберёт второй подбородок, кроме правильного питания? Хорошее замечание. Просто вторые подбородки бывают разного происхождения. Действительно, бывают это какие-то жировые отложения, а бывает из-за того, что слабые мышцы, слабый тургор кожи, и просто начинает провисание. Приходят девушки, женщины, достаточно встроенные в теле, в хорошем теле, в хорошем смысле, и говорят, знаете, у меня всё равно вот эта зона проблемная. И Гоша помогает проработать. Да, данный регион. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА